Бежит вода, она всегда. Никто ничего не хочет делать здесь. В общий душ на первом этаже, говорит Татьяна, даже захорить страшно. Здесь вечная темнота. На полу лужи, на стенах плесень. Местами не хватает кафеля. Такая же разруха и за стенкой в женской комнате. Здесь буквально нужно провалиться, всё видать. Ремонт никакого нет. Два душа. Этому дому коридорного типа на улице Калинина уже больше полувека. За это время, говорят жильцы, ни капитального, ни даже косметического ремонта здесь не было. А последние три месяца уже и уборщиц не видно. Мусор разбросан по всем этажам. Фантики и обёртки торчат даже из дыр в стенах. Вот примерно месяц назад прорвалось здесь трубу, и тут было залито всё. Недели две вонь стояла. Мы ходили вот так, на носочках, вот так. Флоп-флоп пройти, чтобы на выход выйти. Вот стояла, стояла, видимо, сами работники. Или что, ну, может, жильцы у себя вот этот пипячок убрали. Домом, уверяют люди, совсем никто не занимается. Пол прогибается под ногами, со стен отваливаются огромные куски штукатурки. Собственники здесь не живут. Большинство квартир сдают в аренду. Вот и получается, что страдают те, кто эти комнаты снимает. От безысходности люди пишут заявление в управляющую компанию. Но оттуда, уверяют, поступают лишь отписки. Звоню и заявки делаю в управляющую компанию. Они мне пишут смс, что заявка ваша принята, а делать ничего не делают. Мы же платим в управляющую компанию. Всё, то есть, пришла квитанция, мы заплатили. Они свои услуги нам никак не хотят делать. И состояние тут вообще, вот, извините, но обещали прийти, это всё починить. Ну, так и звонили, меня спрашивали, там пришли кто им? Нет, я говорю, никто не приходит, кому это надо. Дом на Калинина на балансе управляющей компанией «Городская». По указанным номерам телефона там сегодня никто не подходит. Ну а жители настроены решительно. Готовят заявления в стройнадзор и прокуратуру. Екатерина Любимова, Александр Ермошенко, Енисей. Новости. Субтитры подогнал «Симон»